Так получилось, что я в жизни занимался разными профессиями, которые внешне даже не совпадают. То есть я военный разведчик, аналитик по базовому образованию, я почти 4 года был директором Ялтинской киностудии, я сценарист, политтехнолог, продюсер, актер. А что объединяет эти профессии? Я для себя на этот вопрос ответил так, что они все относятся к категории человек-человек. И я всю жизнь занимался коммуникацией, то есть я строил сообщение, 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 месседжи людям таким образом, чтобы люди, получатели этого сообщения, совершили желаемое для меня действие, чтобы был какой-то результат. То есть в кино этот результат люди в зале смеются или плачут, предварительно за это заплатив. В продажах это повышение продаж. А в разведке это называется вести политика вдоль колышков. Есть профессии, которые связаны там человек-машина, человек-знак, человек-человек. То есть профессии человек-человек это профессии связанные с коммуникацией. Есть старая легенда о том, что 4 базовых народа, из которых складываются славяне, это Хари, Дарьи, Святорусы и Расседы. А одни с голубыми глазами, другие с зелеными, третий с остальными, а четвертый с кариями. Так вот этот четвертый народ с кариями глазами это были коммуникаторы. Это люди, которые подвержены планете Меркурии. Вот они занимаются коммуникацией. И я хоть голубоглазый, но по факту я выполняю функцию кариглазого человека. То есть моя основная миссия на Земле, я общаюсь, я являюсь коммуникатором и проводником. Ну, во-первых, понять, кто ты, что ты делаешь, способ стояния на Земле. Вообще, откуда ты пришел, куда ты идешь и к чьих ты будешь, можно только в общении с людьми. То есть невозможно общаясь с машинами. Ты даже можешь изобрести машину, но без признания людей, для которых это сделано, ничего не будет. То есть в общении с другими людьми, собственно говоря, смысл жизни и осуществляется. То есть человек растет, живет, умирает. И без вот этого зеркала, связанного с людьми, идешь вдоль коридора, слева люди, справа люди. И ты идешь вдоль этих зеркал и смотришь. И вот пока ты не увидишь результатов, а это можно увидеть только среди других людей, ничего не будет. У музыкантов есть такое понятие, называется качать энергию. То есть когда он выходит на концерт, и при этом он сам является автором песен, либо песня является очень авторской хотя бы в исполнении, и он начинает ее исполнять перед большой заводной аудиторией, то наступает момент энергетический, который в кино, в искусстве, в театре называется катарсис. Это называется качать. То есть помимо того, что в общении с людьми вообще генерируются разноцветные бумажечки, что само по себе достаточно энергетическую составляющую, да, деньги, да, то кроме этого есть еще вот чистая энергия, которая там повышает самооценку, что там греха таить, повышает потенцию у мужчин, ну и так далее. То есть удовольствие от жизни, да, удовольствие от жизни, и продлевает, собственно говоря, век на этой земле. То есть без общения с людьми не будет ничего. Однажды я даже начал писать сценарий фильма, который основан на реальных событиях. Был один мальчик, он заикался с детства, и дожил до 23 лет, и женщину еще не знал, он был в глубокой депрессии. Он встретился с одним монахом, который ему сказал, «Пока ты не наведешь порядок со своей речью, у тебя в жизни ничего не будет». И он начал заниматься активно с логопедом, поступил на юридический и стал адвокатом. Причем практикующим адвокатом, который в основном зарабатывает при помощи языка. Ну то есть он взял и активно начал давить на то, что является его недостатком. В результате, к 28 годам он стал самым известным адвокатом, который заходил в судебный зал. Очень аргументированно, очень конкретно, очень кратко строил свою речь, и все понимали, что возразить невозможно. Но высочайший пилотаж он достиг в 45 годах, когда он заходил в зал, и он вообще мог ничего не говорить. То есть его было так много, он заходил в зал, он всех выслушивал, и все уже смотрели на этого большого человека и ждали, какие он скажет свои вердикты. И он говорил раз, два, три, двумя-тремя словами, и вот этого уже было достаточно. Вот это я называю высочайший пилотаж коммуникации, когда даже говорить ничего не надо. Правильная и эффективная презентация — это такой вид сообщения между людьми в обществе, между, например, мужчинами и женщинами, либо между политиками и избирателями. Спектр очень большой. Это такой вид сообщений, который направлен прямым ходом к получателю этого сообщения, и он вынуждает получателя сообщения сделать, осуществить действие нужное источнику этого сообщения. То есть мы рассматриваем ораторское искусство, либо, например, публичное выступление, либо пикап, либо электронную презентацию, любой вид коммуникации, как прямое действие, направленное на достижение цели. Исходя из этого форматируется сам курс. Курс состоит структурно из некоторых разделов. Они, в общем-то, очевидны и понятны, они описаны уже за несколько столетий до меня. Это, прежде всего, риторика. Та дисциплина, которая еще давным-давно изучалась в средней школе, а сейчас не изучается. Это риторические фигуры, это построение правильной структуры речи, это трехактная структура любой драматической речи. Это рисование картин и сухая последовательность изложения фактов. То есть это работа с разными целевыми аудиториями. Кто с левым полушарием, кто с правым. Кому надо сухие факты, кому надо эмоции. То есть это подробное рассмотрение того, как рисовать картины, кому рисовать картины, как их чередовать и как их встраивать в общую структуру выступления. Кроме структурных вопросов, в любом устном выступлении, либо электронном, либо письменном, существуют вопросы, связанные с речевым аппаратом. Сцен-речь, сцен-движение, орфоэпика, правильное произношение русских слов, соответственно, декламация стихов. И вытекающие отсюда вопросы подготовки публичного выступления, умение говорить связано долго и убедительно, умение продавливать аудиторию, умение влиять, чуть ли не гипнотизировать в случае нужды. Отсюда вытекают вопросы, связанные с пикапом, с взаимодействием с противоположным полом достижения личных целей. Ну и отдельным довеском ко всему курсу является искусство, мастерство переписки, делопроизводства, электронной презентации. И отдельным бонусом это создание аниматиков. Это когда сложный продукт, например, сложный информационный продукт, можно одним письмом разложить таким образом, что человеку станет все понятно. Не надо ему писать длинных писем, не надо писать на 300 страниц какого-то там манускрипта, достаточно ролик в полторы-две минуты, и все становится понятно. Ну, основное преимущество, как я его понимаю, хотя это может выглядеть нескромно, заключается в том, что я после окончания военного училища и после общения со своими педагогами, я, конечно, посещал в своей жизни 3 или 4 тренинга в Москве, в Киеве и более-менее близко связанных с этой тематикой. И я, честно говоря, по плотности информации, по плотности навыков, по, знаете, вот, количество воды и количество там... Содержания. Да, содержания. Я ничего похожего не находил, чем то, что я там узнал там с 83 по 88 год в далекой юности военного училища. Нас воспитывали делать конкретные прямые ходы. Мы игроки, конечно, мы можем там включить заднюю, постоять, посмотреть, ничего не делать, отступить, переждать. Но на самом деле мы очень эффективны. Ну, есть теория пяти офицеров, когда любую социальную задачу можно решить при помощи группы из пяти офицеров, которые решают коммуникативные, стратегические, финансовые и так далее задачи, и строят сценарий. Так вот, основное мое преимущество заключается в том, что я не лью воду, я всегда четко формулирую вот ту самую цель, к которой нужно прийти, делаю очень четкий расчет сил и средств, что для этого нужно, и при этом не лечу никому мозг о маркетинговых всяких делах, о дочке-матери, вот эти там и так далее, и так далее. Ну, то есть, вот есть задача, вот есть расчет сил и средств, вот есть навыки, которые у вас есть, вот есть навыки, которых у вас нет. Давайте этими навыками займемся, и потом посмотрим, как быстро вы решите задачу, которую мы с вами поставим. Продолжение следует...